Ребенок – главный пассажир. Под таким громким и весьма символичным названием сотрудники ОГИБДД и Ужигутинского отдела внутренних дел провели информационно-пропагандистскую профилактическую акцию, которая нацелена на снижение дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних детей. Ахмат Халкечев продолжит. Под особым вниманием инспекторов автотранспорт с несовершеннолетними детьми, безопасность которых может быть не обеспечена надлежащим образом. С нарушителями, помимо административного штрафа, полицейские ведут еще и профилактические беседы. Водителям объясняют, что даже при незначительном столкновении непристегнутый ребенок может получить весьма серьезные травмы и остаться инвалидом на всю жизнь. Детей я всегда вожу в кресле, хотя их очень тяжело пристегнуть. Сколько у вас детей? Внуков? Внуков у меня 10 человек. Так что без варианта, без специальности? Да, без варианта. По-любому у нас, извините за выражение, безголовых очень много. Так что дети должны быть пристегнуты. О необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки малолетних пассажиров говорят и неутешительные цифры статистики. За прошедшие 10 месяцев текущего года только на территории Узжевутинского района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 детей. Ну а в одном случае ДТП обернулась великой трагедией для семьи. Ребенок погиб. В большинстве случаев видим, что в данных ситуациях, что используются детские удерживающие устройства, ремни безопасности при перевозке детей, которые снижают риск получения серьезных травм. Получают серьезные травмы, которые не были пристегнуты ни ремнем безопасности, ни детским удерживающим устройством. То есть халатное отношение родителей к своему ребенку. В ходе профилактических мероприятий, которые шли чуть больше одной недели, полицейские не только общались с водителями, но и раздавали им информационные буклеты, в которых подробные разъяснения о том, как необходимо обеспечивать безопасность малолетних пассажиров. Стражи безопасности дорожного движения уверены, что если даже те взрослые, с которыми были беседы, начнут неукоснительно соблюдать правила безопасной перевозки, уровень детского травматизма снизится в разы. Ахмад Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.